Продолжение следует... 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 Вот с какой целью мы это сделали? Мы хотели через преподавателей донести до каждого ребенка вот эту вот мысль, что царевич Дмитрий есть покровитель всех больных детей. А также донести до каждого ребенка, что надо творить добро, начиная вот с такого маленького человечка. И такую мысль, я думаю, что мы заложили начало нашему большому делу. Конечно, все сразу решить одним круглым столом. Я думаю, что мы еще все эти проблемы полностью не решили. Но зернышко заложили. И думаю, что мы будем это продолжать. Это традиция. Одновременно с подготовкой к круглому столу мы начали подготовку и к светской части детского праздника. Детский праздник мы назвали так. Всем на радость, нам на потеху. И вот в плане подготовки к празднику мы, значит, постарались что сделать? Во-первых, приблизить проведение этого праздника к проведению праздников в старину. Наши русские хороводы перепелись с народными играми и танцами. Ребят развлекали любимые персонажи. Это веселые скоморохи и забавные бабки и ежки. Но а кто нам в этом помогал? Вот сейчас Елена Готфридовна продолжит мою мысль, а потом я вернусь еще к празднику. Хотелось бы сказать, что этот праздник не был бы организован, если бы нам не помогали организаторы Дома творчества, Дома учителя, подросткового клуба. Огромное спасибо организаторам Ирине Игоревне Бабейко, Елене Николаевне Брядовой, Ирине Юрьевне Козловой. Только благодаря им, с их помощью, мы очень много собирались, решали, какие народные танцы, игры можно вплести в нашу программу, чтобы она действительно получилась такой вот народной. И большую помощь, конечно, уже в проведении праздника нам оказали участники художественной самодеятельности. Нельзя не отметить фольклорные ансамбли «Забавушку», «Матанечку», коллектив «Дома детства», а также участников танцевальных коллективов Дома подросткового клуба и Дворца культуры. И театральные коллективы, без них тоже не обошлось, у нас не было бы праздника, они нам очень помогли, это театральные коллективы подросткового клуба и Дома учителя. Я присоединяюсь к словам благодарности, которые сейчас вы только услышали, и от себя лично тоже этим людям выношу, говорю большое спасибо, потому что они действительно нам помогли в организации праздника. И большое спасибо всем детям, которые приняли участие, они действительно помогли в том плане, что каждого пришедшего ребенка, они помогали выполнить все команды, все задания ведущего, которые были запланированы. Поэтому они оказали действительно большую помощь. Еще хотелось бы отметить, что очень торжественным моментом праздника было выступление главы Угличского муниципального округа Шереметьевой Элеоноры Михайловны, которая не просто поприветствовала всех гостей на празднике и поздравила с праздников, но она еще вручила особые почетные грамоты, благодарения тем людям, которые внесли большой вклад в детство. Такие благодарения получили Бабкина Надежда Андреевна, Лебедева Тамара Александровна, многодетная семья Гусарова, а также коллектив птицефабрики и его руководитель Менгель Виктор Яковлевич и коллектив ОАО «Углич Хлеб» Мельников Олег Вячеславович и его коллектив, которые всегда помогали, и я думаю, что и впредь будут помогать детям угличанам. Большое им спасибо. И кульминацией праздника, конечно, было обращение, обращение ко всем россиянам, и мне бы хотелось это обращение еще раз зачитать. Вы не возражаете? Конечно, конечно. Дорогие россияне, обращаем сердце ваше к будущему нашему детям. Возрождая русские традиции православным праздником, днем царевича Дмитрия, мы пытаемся объединить усилия всех граждан на сохранении и воспитании духовности нового поколения. И пусть добро, творящее во имя младости, поможет вернуть былую славу нашего Отечества. И вот это обращение мы запустили при помощи воздушных шаров, запустили в небо, чтобы оно долетело до каждого российского городка, до каждого поселка, до каждой деревни и пробудило бы в каждом человеке, будь он молодым или пожилым, чтобы пробудило милосердие, сострадание и добро детям. Желание помогать детям. Пусть это будет маленькая помощь, но это все-таки будет забота о наших детях. Программа праздника действительно была очень интересная. А вот оформление, оно было такое необычное, или кто на этом поработал? Что касается оформления, то работа тоже предстояла очень большой. И главным ответственным за оформление города к празднику был у нас Сергей Алексеевич. Он вел все монтажные работы, работал вплотную со всеми художниками, обсуждал и обговорил все проекты вместе с главным архитектором города. Ну и как видели, что получилось-то, в общем-то, неплохо. И мы очень здорово почувствовали, в каком направлении, в плане оформления города к празднику мы должны сегодня работать. Я думаю, что Сергей Алексеевич нам расскажет. Так, ну что, во-первых, мне хотелось начать с того, что поблагодарить художников, те, кто принял участие в подготовке этого праздника. Значит, это Володя Благоцарян, который выполнил очень большой объем работы. Затем, значит, принимали активное участие в Иссене, Виталии и Зубов в оформлении праздника. Также ребята, Кабанов, Микоил, Алексей Суриков, Громов, Анатолий. Вот эти вот художники, но это только часть художников, которые непосредственно, как будем говорить, ответственные были за оформление. Так была привлечена еще гораздо больше армия художников в выполнении всех этих работ. Ну и вот монтажные работы, все это необходимо было смонтировать, все это поставить, развесить. Здесь огромную службу сыграла служба по производству управления жилища и коммунального хозяйства, руководитель Леонид Сергеевич Гуськов. А мне, кстати, хотелось бы вообще отдельно сказать, потому что это служба, которая постоянно, все праздники, которые мы с вами проводим в городе, там и 9 мая, и вот День Царевича, и День Города, это все на плечах этих людей. Потому что без них, без их помощи, естественно, нам работников культуры, все это было невозможно, просто не под силу. Когда люди занимаются подготовкой, творчеством, и заниматься еще и вот этими чисто техническими вопросами, конечно, это очень сложно. То есть вот эти люди, действительно, мы без них как без рук, будем так говорить. Вот огромное, всем огромное спасибо. Ну и мне больше еще хотелось сказать в части праздника, вот Наталья Аркадьевна рассказала о программе детского праздника, то, что непосредственно проходило на площади, но у нас праздник после проведения, значит, службы в соборе, и крестный уход, он не закончился на территории Кремля. Здесь у нас прошла, была подготовлена литература, такая музыкальная композиция от «Сказали до писем», в которой, значит, приняли участие у нас ведущие, значит, это Марина Грачева, сотрудница, работник нашего дворца, и Спиранский, и Серов Сергей Павлович, наверное, все публичане знают этих людей. Они ввели эту программу и выступили. Два, на мой взгляд, очень солидных, серьезных, хороших коллектива, которые исполнили духовную музыку. Это камерный ансамбль «Бриз» Дворца культуры, руководитель Любовь Пучкова. Ну и, наверное, уже многим угличанам известный и популярный в нашем городе стал этот мужской вокальный ансамбль «Ковчег» из города Нижнего Новгорода. Ну, кто видел программу эту, остались очень довольны этой программой. Затем эта часть программы, которая проходила непосредственно у Палаца Царевича Дмитрия, перешла в Спасо-Преображенский собор, и там уже продолжался вот этот вот концерт духовной музыки. Собор просто не мог вместить всех желающих. Тут мы буквально вчера ввели разговор о том, что если на будущий год мы будем продолжать делать вот такие вот концерты духовной музыки, надо уже думать о каком-то другом помещении, и в частности, возможно, даже о Баглоеверском соборе. Скитар площади более позволяет разместить больше зрителей, больше публики. Наверное, в процессе подготовки будущих праздников мы над этим подумаем. Хотелось бы мне еще отметить, стала традицией, в этот день ребята, детишки, бьют колокол и, значит, загадывают желания. Вот эта вот, вот эта часть праздника, на мой взгляд, и только на мой взгляд, сегодня говорили тоже об этом, немножко как-то у нас не получается. В каком смысле не получается? Возможно, это зависит от того, что все-таки праздник мы проводим второй год. Детище, может быть, не так, и взрослые прониклись вот этим праздником. Что это такое за праздник? Почему он проводится? То есть, возможно, вот это вот желание ударить в колокол не будет просто так вот подойти, ударить в колокол, как развлечение. А ребенок уже будет в будущем подходить, да, с душой, подходить к этому колоколу с какими-то мыслями, светлыми, добрыми. То есть, это для каждого дела будущего, и дай Бог, наверное, это когда-то случится и произойдет. Мы для этого все работаем, и я думаю, что будем продолжать развивать эту мысель, эту тему, этого праздника. В этом году у нас получился намного шире, чем в прошлом году. Все-таки раз приехало довольно-таки много гостей из воскрешных школ. Были у нас гости из Галича, православные школы приехали. Село было. Сел из села мы привезли почти, около полутора сотен ребят. Они приняли участие в этом празднике. У нас в этом празднике в этом году принимали второй год, кстати, они принимают участие. Это дети из детских домов области. Они приезжали со своей программой, подготовленной к празднику. То есть они непосредственно, часть мероприятий проходила в кинотеатре «Россия». А потом они уже влились сюда на площадь, вот в эту детскую общую программу. Ну и, как мы мечтаем, нам, наверное, когда-то наступит тот момент, когда вот перед праздниками мы с вами встречались, я отдавал интервью, рассказал, что вы задавали вопрос, когда он будет у нас общероссийский. Ну, надумалось, что, наверное, когда этот момент наступит, дай Бог, чтобы он наступил побыстрее, вот. Ну и что мне с заключением, как и так сказать, хотелось сказать, что вот мне хотелось отполагать всех работников, не только кто сегодня здесь сидит, у нас работники дворца. Здесь были задействованы работники дворца практически все, и технический персонал здесь работал на этот праздник. То есть это огромная армия людей, которая не видна на сцене, которая не видна, к сожалению, в камере, на экране телевизора, но эти люди носят огромный вклад в подготовку всех этих праздников. Мне бы хотелось сделать и сказать им огромное всем спасибо. Ну и продолжая, наверное, вот эту мысль российского праздника детского православного, дает нам, наверное, еще право желать именно этого статуса, этого вручения ордена святого царевича Дмитрия. Кстати, на празднике у нас присутствовал автор и идейный вдохновитель этой самой идеи. Это представители детского российского фонда. И вот, как вы видите, и даже в любом моменте, в любом эпизоде праздника прослеживается вот эта вот еще неготовность наших детей духовно, органично воспринимать все традиционное этого дня царевича Дмитрия. И, безусловно, мы всеми методами, всеми способами, всеми сегодняшними восприятиями наших детей пытались все это сделать. Вот, кстати, в прошлом году, вы помните, мы проводили конкурс рисунка детского. И тогда мы его посвящали именно этой теме, 16 век, Россия, и гибель царевича Дмитрия. Мы видели интерпретацию детей вот этого взгляда на гибель царевича, вот этого смутного времени российского, в своем каком-то стиле, в своем духе, в своем видении. А в этом году мы решили намного шире эту тему раскрыть и организовали областной конкурс, вернее, объявили областной конкурс детского рисунка. И, кстати, идейным вдохновителем была наша Волова Галина Алексеевна, директор художественной школы. И решили, что дети, поскольку мы хотим сделать его российским, дети должны все участвовать в этом конкурсе. Но для начала сделаем его областным. Вот сейчас мы сидим в выставочном зале, где большинство этих рисунков были представлены именно здесь. А часть вы видели на площади города в день царевича Дмитрия. Организаторам всей этой программы подготовки у детского рисунка, конкурсов на асфальде, поскольку мы его планировали, и города мастеров, это предложение и продажа предметов, прикладного творчества, изготовленными самими детьми, занимался у нас специалист по народному творчеству Чугриев Фадим Юрьевич. Конечно, очень много ему досталось, поскольку он настолько начинает работать, но я считаю, что он со своей задачей справился так же блестяще. Скажите ваше мнение, ваше видение, оценка ваша. Во-первых, я хотел бы сказать, что вот эта выставка, областная, первая, которая проходит в Угличе, на уровне области, в которой принимали участие художественную школу города Ярославля, Путаевская школа искусств, художественная школа города Рыбинска, и также уроженская художественная школа, подростковый клуб и дом творчества. Как сказала Людмила Николаевна, идейным вдохновителем этого мероприятия, этой конкурсной выставки, была Галина Алексеевна Волова, директор художественной школы города Углича. И в частности она и сотрудники детской художественной школы принимали самое непосредственное участие в организации подготовки этой выставки, которая прошла с немалым успехом. И особенно отрадно осознавать то, что победителями и лауреатами этой выставки стали многие дети города Углича. Я даже могу назвать по хамильму. Это Петру Аня из детской художественной школы. Она стала лауреатом, и кроме того, лауреатом стала Лена Соболева, также из детской художественной школы. И еще две юные художницы из нашего города стали не лауреатами, а победителями. Призерами это Лена Логинова из детской художественной школы, и Абрасова Юлия из Тодорского клуба. Ну и кроме того, дипломатами стали две девочки из Рыбинска, и четыре дипломанта из города Ярославля. Вадим Юрьевич, Вы общались с участниками выставки. Те, кто приехал к нам из Ярославля, Тутаева, Рыбинска. Каково их мнение об этой выставке, об этом конкурсе, и вот видение праздника, их оценка? Они тоже участвовали? Они тоже были участниками праздника. Да, впечатления были, по-моему, самые неплохие, потому что заинтересованных людей, зрителей было, ну, огромное количество. Невзирая на погоду, с погодой, к сожалению, нам не повезло, зрителей было очень много, причем уровень работы был настолько высок, что, в общем-то, это всех приятного удивило. Кстати, это озадачил и членов жюри, которые пытались из лучших выбрать лучших, и, в общем-то, со своей задачей справились. Голубь пришла к памяти. Но победители есть. Но победители. Тем приятнее, что это победители нашего города. Я бы хотел еще сказать о городе мастеров немножечко. В этом году, наряду со взрослыми мастерами, в городе мастеров, в работе города мастеров, принимали участие и дети. Дети, учащиеся в той же художественной школе города Увлеча, подросткового клуба, домотворчества и революционного центра. И уровень предлагаемых изделий, как Владимир Михайлович говорил, получился что-то типа выставки-продажи даже. Было довольно-таки высокое. Да, ну, художественный уровень был достаточно высок, что, в общем-то, было видно по реакции, что ли, и мальчан, и гостей города, которые с удовольствием, с интересом все это рассматривали и даже что-то приобретали. И, в принципе, те изделия, которые не в качестве сувенира у Ведзли уже и из города, это недопустимо напоминать о празднике, и, может быть, когда-то позовут дорогу. Дмила Николаевна, когда прошел праздник старевича Дмитрия, к нам в студию поступил такой звонок. Женщина спрашивала, что у нашего города Увлеча есть два города в России. Это финский город Северный и немецкий город Итштайн. Так почему же вы в этом детском празднике не принимали участие дети из городов Показимов? Ну, я думаю, что на будущий год мы обязательно учтем этот момент. Знаете, очень хотелось бы пригласить гостей из городов Показимов, поскольку мы были на их праздниках, бывали, видели, каково они. Ну, где-то, видимо, скромность какая-то наша еще где-то не позволяет. То есть мы хотели бы увидеть вот тот высокий уровень, который должен иметь этот праздник. Но думаю, что на будущий год мы его достигнем, и тогда уже смело пригласим детей из городов Показимов, из Финляндии и из Германии. То есть это у нас можно? Конечно, безусловно. Безусловно. Дмила Николаевна, еще один вопрос. Увлечане сделали такое замечание. Праздник приобретает все больший размах, все шире и шире. Так почему же так мало сувенирной продукции с символиком Увлеча? Сергею Ивановичу Дороганю мы разместили заказ на создание эскиза эмблемы нашего праздника, чтобы он настолько был узнаваем, как вот, например, Детский российский фонд «Рука и два ребенка». И чтобы, увидев нашу эмблему, можно сразу было сказать, что это детский православный праздник российский в городе Увлече. Ну, я думаю, что вот если можно показать, вы видите вот ту работу, которую проделал Сергей Иванович. Ну, были здесь замечания высказаны. Ну, я думаю, что доработка еще имеет место, и на будущий год мы будем уже встречать наших гостей и Увлеча на этом празднике, имея уже свою эмблему, как товарный знак любая фирма. То есть настолько узнаваемым, что, ну, везде мы его можем видеть и четко обозначать уже праздник города Увлече, российский православный день царевича Дмитрия. Здесь праздник у нас проходил не только на площади. Вот, значит, у нас помимо праздничных мероприятий на протяжении двух дней работали в городе ученые. У нас же здесь проходила большая научно-практическая конференция, посвященная 80-летию архивного дела России. Сюда приехали очень крупные ведущие ученые Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Иваново, Ярославль, Рыбинска, Увлеча, Мышкина. То есть это люди, которые занимаются архивным делом, которые занимаются историей царевича Дмитрия, историей смутного времени. То есть, причем эта конференция у нас проходит второй год. Вот, если у меня была карта, в прошлом году мы проводили там по полуническому трезу, у нас была тема. И встреча была у нас в тренировом истории. Да, а в этом году вот она уже была посвящена архивному делу и, значит, истории гибели царевича Дмитрия. То есть, вот с каждым годом, причем эта конференция тоже расширяется, людей, которые занимаются этим делом, приезжают к нам в город все больше и больше. И это, наверное, тоже какой-то придает определенный резонанс и какую-то такую научную поддержку, значимость этому празднику. То есть в прошлом году было немного меньше, но гораздо больше людей приняли участие в этой работе конференции. То есть это уже тоже какой-то становится традицией, она расширяется. И, наверное, с каждым годом будет все это проводиться на более крупном, на более высоком уровне. Вот. Ну и сам праздник у нас не завершился на площади. Вот. Мы завершились здесь, во дворце. Вечером здесь проходил большой праздничный концерт, который, значит, подготовили ребята, участники, лауреаты, дипломанты фестиваля нашего с вами «Радуга». И мы, конечно, где-то сомневались в душе, что вечером кто-то здесь во дворец, ребята придут. И мы сюда после дождя, вот после такой погоды. И что не первый раз уже. Да. И просто получилось, понимаете, практически был полный зал. Ребята, значит, с удовольствием смотрели на эту концертную программу, принимали ребят, кто выступал, выходил на эту сцену. То есть и здесь тоже. Тоже как-то у нас вроде все это дело получилось. Конечно, не бывает без недостатков. Мы все прекрасно. Мы знаем, что на чем нам нужно работать, что мы не доделали, где. Но это уж наше, как говорится, производство, и везде это все бывает. Нам есть на чем думать, на чем работать, так что. Будем стараться, надо, да. Мне хотелось бы несколько слов сказать вот об архивной конференции. Я думаю, что вам более подробно нужно осветить этот материал, поскольку в течение двух дней продолжалась эта конференция, которая собрала ученых, краеведов, историков, архивистов. Каждый выступил со своим докладом. Будет опубликованы тезисы типографским способом. То есть каждый из участников получит результаты этой конференции. Была дана оценка всеми участниками довольно-таки высокого проведения и в организационном плане, и в плане подготовки самого праздника, и в плане выступления и качества этих выступлений, и самой тематики. И мне кажется, самое главное для нашего Углича, что мы помогли показать, вернее не показать, а отдать должное работникам архивов, которые, казалось бы, незаметную работу ведут, их никто не видит. Они сидят, хранят, проверяют, комплектуют, но они делают великое дело, они сохраняют нашу историю для будущих поколений. Без нее мы ничто. Без этого сохранение истории, традиций и так далее. Ну, я думаю, что вы встретитесь еще с Линой Владимировной и с Виктором Ивановичем, поскольку они были самыми главными закоперщиками этой конференции. Они вам более подробно расскажут о ней и о тех докладах, которые были выслушаны на этой конференции. Очень хотелось бы, чтобы наши историки из школ города присутствовали на этой конференции, потому что очень много интересного материала можно было унести и о нашем Угличском крае, и о соседних регионах. Я думаю, что это было бы не безинтересно, но, к сожалению, их было очень-очень мало. Спасибо. Придула Николаевна, вы с таким увлечением рассказывали об этом празднике, он действительно уже стал родным. Главным праздником города, я так считаю. Да, главное. Придула Николаевна, но тем не менее, не доступно лето. Каковы же планы на это лето, на лето 98-го года? Ну, я думаю, что вы за учреждением культуры можете не беспокоиться. Мы будем продолжать заниматься своей основной деятельностью, организацией досуга. И если и там, где идут у нас ремонтные работы, мы выносим мероприятия на детские площадки, микрорайоны. Со сводными отрядами будем продолжать работу. Мы хотим у дворца здесь делать очень интересные развлекательные детские программы с уступлениями вечерними духового оркестра. Поэтому будем творить, будем думать. Идей у нас очень много. И поэтому думаю, что наше учреждение культуры в летний период не подведут. И детей без внимания не оставят. Ну и в финале нашей встречи сегодняшней мне очень хочется сказать искренние слова благодарности вот всем тем, кто сидит здесь рядом со мной. Всех тех, кто работает в этом дворце. И я честно могу сказать, что с приобретением дворца культуры в качестве базового мы получили огромный арсенал творческих идей, мыслей, творений, высокой ответственности, чувства долга. Без такой армии прекрасных специалистов, мне кажется, нам бы не справиться. А с ними можно делать и более интересные мероприятия. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.